Музыка Итак, первое упражнение, которое я сделала, называется у нас Тепотушки, тополки, в общем, для самых маленьких деток, которые первый раз вышли на лед Это упражнение подойдет и для взрослых, потому что мы просто чувствуем лед Просто топаем, как будто мы идем по обычной дорожке Второе упражнение называется фонарики Оно более сложное, но исполняется на двух ногах, поэтому, в принципе, вам будет его достаточно легко сделать Нужно присесть, как будто вы объехали какую-то лужицу или какой-то предмет И потом соединить ножки и подняться Следующее упражнение называется елочка Это самое любимое, известное упражнение всех времен и народов, всех детей и взрослых Это катание из стороны в сторону, на левой ноге и на правой поочередно Здесь мы уже ловим баланс, чувствуем свое тело, свои ноги И пытаемся хотя бы немножко постоять на одной ноге, хотя бы одну секунду Еще одно упражнение называется саночки Все дети его любят, потому что что может быть приятнее ехать по льду на двух ногах А потом на коленочках опуститься вниз и также продолжать ехать на двух ножках Здесь самое главное не падать, не заваливать корпус назад и не слишком тащить его вперед Чтобы не оказаться на пятой точке Поэтому тянитесь кругом и садитесь до саночки как можно ниже И последнее упражнение, которое я показала, называется торможение Это самый легкий способ торможения как раз для таких маленьких деток, как вы Вы просто приволакиваете одну из ног, левую или правую, какую вам удобно, за собой Ставите сначала ее перпендикулярно коньку, которая едет вперед И пытаетесь чуть-чуть проскользить, не слишком давя в лед Таким образом происходит торможение и вы оставите за собой красивый след Желаю вам научиться кататься хорошо и стать чемпионами С вами была Анастасия Гребенкина Специально для litidor.ru